Бюджетный профицит – таковы результаты ещё одного финансового года для Гонконга. Избыток средств местные власти решили пустить на снижение налогов, повышение благосостояния региона и поддержку местных предпринимателей. Администрация, которая традиционно ориентирована на прибыль, в этот раз объявила о необычной инициативе. Она собирается поддержать начинающие компании в креативных отраслях, таких как модная индустрия и кино. «Мы считаем, что в этих областях есть много талантов. Мы хотим их немного подтолкнуть, чтобы эта индустрия стала одной из ключевых в нашей экономике». Средства для поддержки молодых дизайнеров здесь выделяют впервые. Им будут помогать получать образование и накапливать опыт. Власти надеются, что это поможет сделать местную модную индустрию более конкурентоспособной в мировом масштабе. «Всего за несколько лет южнокорейские дизайнеры завоевали славу на международном уровне, не только местным. Я думаю, власти Гонконга ощущают себя позади. Они пытаются вернуть былую славу местной моды и продвигать гонконгских дизайнеров». Профессионалы индустрии говорят, что местные бренды должны вернуть доверие покупателей. «Думаю, у людей есть ещё такое представление, что иностранные лучше. Но фабрики в Гонконге и Азии на самом деле тоже хорошие, и качество не хуже, чем у зарубежной продукции. Если люди начнут продвигать местных или азиатских дизайнеров, то начнётся большой бум в креативной сфере». Пока в гардеробах гонконгских модниц в основном иностранные бренды. Впрочем, есть надежда, что в скором времени местная мода отвоюет их сердца.